Такое постановление подписал губернатор Александр Ткачев. Деньги распределят между всеми районами и городами края. В тройку самых финансируемых попали Краснодар, Сочи и Новороссийск. Как заметил глава региона, в ближайшие 2-3 года это должно помочь поднять зарплаты педагогов дополнительного образования до уровня учителей, которые в конце прошлого года получали почти 28 тысяч рублей в месяц. По данным Министерства образования, в крае в сфере дополнительного образования занимаются почти 330 тысяч кубанских школьников. Именно поэтому нужно удерживать и привлекать новых профессиональных преподавателей. Сегодня финансируется заработная плата работников в отрасли образования. Достаточно. Никакие экономические вопросы вообще на этот процесс не влияют, потому что самое главное, какое образование получают дети, какие специалисты работают с детьми. Именно поэтому такие большие объемы финансирования идут и в фонды заработной платы, и в расширении сети детских садов, и в содержании и создании современных условий в наших школах кубанских. Образование – одна из самых субсидируемых отраслей социальной сферы Кубани. Только за 5 лет, с 2013 по 2018 годы, в нее планируют направить почти 85 миллиардов рублей. Образование – одна из самых субсидируемых отраслей социальной сферы Кубани. Все Etat все – College – « роз crumbs».